Всем привет! С вами снова Ви или просто Вета, и сегодня на моем канале очень полезная рубрика, рубрика Instagram. Это, наверное, наиболее полезная рубрика на канале, поэтому она, в принципе, набирает так много просмотров. Мне казалось, что типичные темы по продвижению Instagram, обработке фото уже все обговорены, и о чем мне еще говорить? Оказалось так, что большинство моих зрителей очень многого не знают, и в моих интересах и силах помочь вам, и новой аудитории, и рассказать какие-то фишки. Хотела бы сразу вас предупредить, что, возможно, эту информацию вы уже где-то слышали. В этом нет ничего необычного, потому что все, что делаю я, это мой личный опыт, а мой опыт это брать и делать. Пробовать какие-то модели, тестировать и говорить вам результат. Поэтому сегодняшняя наша тема это лайфхаки, как найти свою нишу на Instagram и стать популярной. Я не считаю себя суперзвездой, я не считаю себя популярной на Instagram, но я знаю какие-то определенные принципы, которые работают у меня, и которые, возможно, будут работать у вас. Поэтому поехали. Начнем без воды, и первое и самое важное, что вы должны для себя определить, это концепцию, то есть тему вашего Instagram. Что это будет, для кого это будет, какая тема, для какой аудитории целевой. Сейчас мы все это разберем по полочкам. Давайте возьмем вариант написания книги. Вот, допустим, вы захотели написать книгу. Методом проб и ошибок вы, конечно же, к концу книги уже найдете свой стиль. Но будет очень странно следить, если, допустим, сначала вы начнете писать роман, потом драму, но в конце придете к тому, что вообще хотите писать фильм. На Instagram это, в принципе, возможно. Но если вы заглянули на это видео, и вы уже готовы, в принципе, профессионально взяться за Instagram, то попробуйте изначально придумать свою тему и концепцию. Когда я это начинала, это был просто лично мой блог. И вообще, когда начиналось развитие Instagram, это было очень-очень давно. Но Instagram предполагал себя как моментальное фото, сделанное вот только сейчас, и с какой-то маленькой записью о том, что происходит. Сейчас, вы понимаете, Instagram совершенствуется, в нем появляются новые функции. Прямых эфиров раньше не было, сторис не было. Не было многих вещей, которыми вы сейчас можете пользоваться. Да, я не спорю. Да. Сейчас, на данный момент, добиться популярности и набрать большую аудиторию намного сложнее, чем было раньше. Раньше я использовала такие методы, как масс-фолловинг самостоятельный. Я даже не знала, что есть какие-то программы, которые специально могут вашу целевую аудиторию найти, подписываться на этих людей. Я сама пальцем тыкала и подписывалась на калининградских ребят, чтобы они меня заметили. Раньше очень хорошо действовал метод взаимной подписки, SFS. Это когда вы рассказываете о другом человеке на своем инстаграме, в постах еще не было сторис. Тогда реклама воспринималась более-менее положительно, потому что ее было не так много. Прирост был хороший, то есть сейчас, если вы делаете SFS или взаимную рекламу, приход к вам людей и новых подписчиков будет, но не такой, как был бы раньше. Допустим, вы даже по себе можете проверить. Я не знаю, как у вас, лично у меня, если я вижу рекламу. И это не суперинтересная реклама, то в 90 или 80% случаев я ее перелистываю. Это, конечно, мы уже плавно переходим к теме про рекламу. Я бы хотела сделать отдельный ролик на эту тему, чтобы была такая серия. Если говорить о рекламе, то тут очень важно делать ее уникальной и такой, чтобы она цепляла взгляд именно той аудитории, которая находится у человека, у которого вы рекламируетесь. Вот так вот. Так вот, перейдем к первому лайфхаку. Этот лайфхак я использовала частично, но своим людям, не могу сказать ученикам, но людям, которым я помогаю в ведении инстаграма, я давала этот урок, и он у них работает на ура. Вам нужно взять 5 инстаграмов, и я сразу скажу, вот если вы сейчас хотите уже такие, типа, ой, ну это я не буду делать. Ну, как бы, тут надо что-то делать. Ребят, ну, если вы хотите добиться результата, вам придется много чего делать. Блогерство это не такая простая вещь, это уже можно приравнять к профессии. Найдите 5 профилей людей, которые вам симпатизируют. Вы сразу поймете свои ошибки, допустим, если вы уже давно ведете инстаграм, у вас нет прироста какого-то. А если эти люди, эти 5 человек, которые вам симпатизируют, и вы хотите им подражать, у них небольшая аудитория, то вы должны быть к этому готовы. То есть многие люди, и я в том числе, я очень много чего прошла за свою карьеру, да, просто много опыта. Порой мы ориентируемся и думаем, что вот мне это нравится. Да, если вам это нравится за счет того, что вы прикладываете к этому больше усилий, это даст вам больше прирост подписчиков, так как ваш интерес личный, а не чисто монетизация профиля или ютуба, или инстаграма. Но все-таки вы должны понимать, что полезно и актуально в данный момент аудитории. Как бы кто ни говорил, что я буду продвигать свою тему, продвигайте, ребят, но это будет очень долго. Это, знаете, это как начинала я. Я начинала снимать просто потому, что мне нравится свою жизнь. Снимать свою жизнь, это, наверное, самое сложное, на чем можно стать популярным, потому что кому-то, блин, интересен. Ну, пока за фотосессией что, я лучше дома посижу у холостяка, посмотрю, вон, с Олей. Ладно, нашла тему. Если вас интересует большое количество подписчиков, соответственно, ориентируйтесь на 5 людей, у которых большая аудитория. Допустим, сейчас в тренде вы знаете такие, если говорить для девушек, ну, даже и для парней, в принципе, я знаю клевые темы, которые сейчас зайдут. Возьмем типаж инстаграма Александра Митрошина или Гринули. Это искренние профили, которые не приукрашивают сильно себя, они не сильно фотошопят фотографии. У них выдержан не то, что, да, какой-то стиль определенный, серьезный. У них есть определенная цветокоррекция, которая прослеживается по всему инстаграму. Это тоже отдельная тема, да, давайте ее возьмем в другом ролике. Но у них есть свой стиль, своя концепция. Они знают своего подписчика потенциального. Можно сделать вывод, почему у них много подписчиков. Во-первых, они до этого, конечно же, рекламировались тоже у многих блогеров. Во-вторых, они искренние. Третье, у них есть единый стиль аккаунта. Четвертое, они пишут на темы, которые интересны многим. К темам мы подойдем попозже, я вам расскажу, какие сейчас на данный момент актуальны и что вы можете донести до своей аудитории. Вернемся к инстаграму. Допустим, вы взяли 5 инстаграмов. Из их 5 инстаграмов вы должны выбрать 5 профилей, которые вам очень-очень сильно нравятся. Да, это займет промежуток времени, но, уверяю вас, результат вас не заставит ждать. Далее, вы берете и выписываете список из каждого блогера 5 положительных вещей, которые вам нравятся. Почему вы следите за ним? Почему людям они нравятся? И напишите вещи, которые вам не нравятся у этих блогеров. Допустим, 5 вещей. Мне не нравится, что у него постоянно много сторис, и мне хочется пролистнуть. Мне не нравится, что фото выходит один раз только в 2 дня. У вас будет картина того, что вам нравится и не нравится в людях, которым вы хотите подражать. Кстати, подражание — это неплохо. Когда вы подражаете, вы не копируете. Вы лишь заимствуете лучшие стороны данного человека, картины, ну или что вы делаете, что вы копируете. И в любом случае у вас не получится точно так же, как у этого человека. Вы все равно индивидуальность, и хоть как-то, но ваш профиль будет отличаться от другого человека. Ну и естественно, после того, как вы выписали все недостатки, все достоинства инстаграмов этих, вы должны написать вывод. По итогу у вас будет картинка вашего идеального инстаграма. Ура, ура и еще раз ура! Я все-таки могу поделиться с вами лайфхаком, который еще не распространился и который знают далеко не многие. Существует такой сайт, на котором можно откладывать посты. Это действительно то, о чем мечтали мы давно. Это полезно как блогерам, так и сммщикам, людям, которые работают с другими чужими инстаграмами и создают для них контент. Если вы, допустим, знаете наперед свой контент и хотите каждый день не задумываться о том, когда вам, когда, во сколько вам нужно выложить пост, вы можете все это распланировать на сайте. Там удобный интерфейс. Этот сайт называется PabbleBox. Действительно, вам его рекомендую всем. Там, кстати, есть пробная версия. Вы можете 7 дней бесплатно попользоваться. И потом, когда вы поймете все его преимущества, эти траты для вас не покажутся большими, потому что они окупят себя. Помимо инстаграма, там можно планировать и ютюб, посты, видео, и телеграм, и вконтакте, одноклассники. В общем, все, что вам нужно. Действительно, я оставлю ссылку в описании. Вы сможете посмотреть и сами убедиться в этом. Рекомендую от всей души. Второе. Нам нужно понимать, кто наш потенциальный подписчик. Если вы до сих пор не подключены к бизнес-аккаунту. А бизнес-аккаунт — это первое, что дает вам возможность посмотреть вашу целевую аудиторию. Девушки ли это в большей степени, мальчики, какой возраст, какие-то странные города. Даже если эту тему раскрывать в каждом видео, все равно вопросы будут поступать. Как подключается бизнес-аккаунт? Я об этом и говорила. Это несложно. Вы заходите в настройки, там нажимаете переключиться на бизнес-аккаунт, подключаете его к фейсбуку. И через время, через какое-то определенное, потому что инстаграм не может сразу считать вашу аудиторию, информацию, он уже показывает вам статистику. Она будет показываться сверху. Вторая тема и второй лайфхак, соответственно, это тема «Кто же меня будет фотографировать?» «Где мне фотографироваться?» «Что? Как мне наполнять мой инстаграм?» Вы можете снимать видео. И после того, как вы сняли видео, то есть вы покрутились, допустим, на этом видео, сделали позы, которые вам нравятся. После этого вы делаете скрин с видео и уже обрабатываете это фото. Качество, да, оно может стать чуть-чуть хуже, но зато вы сможете именно идеальные свои позы выставить в инстаграм. Или же вы просто потренируетесь перед видео, и потом будете понимать, как вам лучше фотографироваться на таймер. А таймер — это уже вторая вещь. Таймер работает всегда. И, кстати, иногда таймер фотографируют лучше. Естественно, на улице вы на таймер не сфотографируетесь, но если вы находитесь дома, то просто ставите на какую-нибудь полку телефон, под него что-то твердое, и фотографируйтесь. Слательно, конечно, на заднюю камеру, не на переднюю, но на переднюю будет удобнее, вы будете видеть себя. Третье. Не поскупитесь и купите себе штатив. Они стоят сейчас совершенно недорого. Вы можете найти какой-нибудь на Алиэкспресс. Я постараюсь вам оставить ссылки в описании. Я вас уверяю, ваше вложение тысячу рублей в штатив, оно окупится вам в дальнейшем. Четвертый вариант. Вы, конечно же, можете сделать фотосессию. Сейчас вы будете говорить, ну я же не буржуйка, чтобы каждый день ходить на фотосессии, ла-ла-ла. Друзья, чтобы не ходить каждый день на фотосессии, возьмите, да, потратите какую-то определенную сумму денег, или же попросите свою подругу, может быть, кто-то у вас фотограф. Продумайте от начала до конца много-много разных образов, чтобы вы могли вот эти фотографии, допустим, ну хотя бы на две недели себе распределить, или на три недели, на месяц. Естественно, если вы пойдете на фотосессию в одном образе, не продумайте ничего, то о каком разнообразии будет идти речь. Попросите фотографа, чтобы он вас сфотографировал всегда с разных ракурсов, чтобы было много-много-много разных фотографий. Ну и вторую фотосессию тоже три образа сделайте или два. Вуаля, у вас уже готов контент на целый месяц. Ну и не исключаем вариантов фотографий на улице. Я, допустим, не стесняюсь подойти к человеку и попросить его меня сфотографировать. Естественно, я не прошу людей, которые по первому взгляду кажутся, что они куда-то спешат. Допустим, я позавчера фотографировалась, я говорю, вот можете меня чуть-чуть снизу фотографировать, да, вот так, чуть поближе. Если у вас, допустим, есть страх, что люди в одной стороне посмотрят, типа, зачем вам фотографироваться, представьте, что этот человек тоже сфотографируется. Ну, на самом деле, все люди одинаковые. А потом меня спрашивают люди, и мои знакомые Виолетта, у тебя такая классная речь, ты прописываешь сценарий, да, конечно, я просто вот так, пум-пум-пум-пум. Нет, естественно, у меня есть план, типа, здесь я говорю, здравствуйте, а здесь я говорю, середина, типа, подписывайся на мой канал, и все, вот такой вот у меня план. И, кстати, да, не забывайте подписываться на мой инстаграм, у меня там уже около 80 тысяч подписчиков, после конкурса, кстати, много чего прибавилось, там много мотивации, много полезных вещей, планирование, спорт, питание, особенно в сториз, и разные мотивационные видео. Тема, очень сильно актуальная сейчас, это секс и отношения. Это та ниша, которая, я думаю, еще не сильно занята, потому что сейчас только пробуждаются, можно сказать, подснежники людей, которые не стесняются об этом писать. Все мы люди, все мы этим так или иначе занимаемся, и я даже сейчас задумываюсь о том, чтобы больше писать на тему отношений. Хоть и я не суперопытная, но я обладаю достаточной информацией, чтобы не совершить, допустим, каких-то ошибок в будущих отношениях, или же я могу действительно порекомендовать то, что поможет отношениям в паре, потому что есть литература и определенные вещи, которые влияют на нас. Провокации и скандалы. Вы можете вести инстаграм в стиле новинок каких-то, да, сейчас популярные инстаграмы, где описывают жизнь звезд, там, допустим, за кадром шоу Холостяка и так далее. Но не забывайте, что потом можете погрязнуть в этом пакетике с грязным белишком, как вы потом будете свой личный бренд продвигать. Ну и путешествия. Эта ниша, она не занята суперкрутыми блогерами. У нее есть какие-то хедлайнеры, то есть люди, которые прям такие на топах. И есть много-много-много людей, которые не имеют много подписчиков, потому что их отличает несколько вещей, очень важных. Те, которые наверху, они путешествуют круто, по-дорогому, ездят в самые лучшие места, и за ними интересно следить, как за мечтой, то есть ты следишь и мотивируешься. Есть много обычных профилей, которые рассказывают, как дешево съездить туда и туда и туда. Но в чем их минус? Во-первых, посмотрите, вы показываете, как дешево съездить куда-то, какая у вас будет целевая аудитория, которая не готова тратить большие деньги. Соответственно, с вами, возможно, не захотят сотрудничать крупные бренды, отели, потому что у вас не платежеспособная аудитория. Да, возможно, вы станете популярным среди своих подписчиков, но если рассматривать дальнейшую монетизацию, это не очень. Ну и давайте пробежимся по темам, с чего же мне начать. Да, окей, я нашел своего подписчика потенциального, я понял концепцию своего инстаграма, я определился с темами, на которые я буду снимать, но на какую же тему будет мой первый пост, или второй, или третий, я не знаю. Так вот, я вам сейчас накидаю несколько вариантов, не благодарите. Возможно, вы их знаете, но они достаточно интересны. Первое, это, конечно же, рассказ о себе. Даже если у вас два подписчика, мне просто многие люди говорят, Виолетта, кому я буду рассказывать, у меня там 10 подписчиков? Я говорю, расскажи им. Во-первых, вы должны ощущать себя, что у вас уже есть аудитория, я всегда так делала. Когда у меня не было аудитории, я писала так, как будто бы на меня смотрит весь мир, как будто бы я уже популярна. Я это делала, сама того не понимаю, но сейчас анализирую это, я понимаю, что во всех книгах об этом говорится. Если вы хотите стать кем-то, ощутите себя этим человеком, и все, что вам нужно, оно придет к вам впоследствии, потому что, если углубляться далеко, то какой смысл, да, писать, что там, я за... Да, не нужно ставить себе корону, и там, знаете, как... Я сотрудничаю с этими брендами, модел, фэшн, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Но вы должны ощущать себя, что у вас все будет, и ощущение это вам поможет в дальнейшем. Познакомьте себя с своей аудиторией, найдите какие-то вещи, которые будут интересны им. Если вы считаете, что вы не можете ни с чем поделиться с аудиторией, у вас, естественно, ничего не было в жизни, так и напишите. Ребят, сейчас на Инстаграм... Мурашки по коже. Сейчас на Инстаграме столько много, вот этой, знаете, я такая-то, я такая-то, у меня... Я могу и это вас научить, и это, и это, и это. Может быть, порой аудитории не хватает просто человека, который просто будет писать в своей жизни изнеизображение никчемно, но я имею в виду, что без каких-то событий. Возможно, это будет ваша ниша, понимаете? Вот говорю мурашки, прям вообще, не обманываю вас. Поэтому просто взгляните на себя честным взглядом. Вы понимаете, что у вас открыты все двери. Вы можете надеть маску и скрывать свое лицо, допустим, и сказать, допустим, что только когда у меня будет там 5000 подписчиков, я раскрою вам свое лицо. Ну, смотрите, идеи приходят раз за разом. Просто вам нужно включить мозг и подумать, проанализировать, что интересно, и что вы можете сделать. Сделать вы можете много чего, вам главное начать. Также одна из популярных тем это опросы про книги, фильмы. Считали вы эту книгу? Советуют, рекомендовать, ставить свои оценки? Обсуждайте какие-нибудь глобальные темы отношения мужчины и женщины. Сейчас очень популярно разрушение мифов. То есть, допустим, многие думают, что вот если не есть сладкое, то ты похудеешь. Вы, допустим, можете делать такие картинки, как до-после, только с разрушением мифов. Допустим, все думают, что если вы не будете есть сладкое, похудеете, на самом деле это не так. На самом деле вы худеете не от того, что вы не едите сладкое, а просто потому, что вы сокращаете свой калораж, калорийность своего суточной нормы. И еще много разных мифов. Делитесь своими успехами. Что я подразумеваю под успехами? Вы можете рассказывать людям, какой у вас план на день, если вы действительно что-то делаете интересное. Людям интересно следить. И вот у меня, допустим, сегодня сработала такая вещь. Я очень давно наблюдала за одной девочкой, и каждое утро она в сторис выкладывала, что она делает пресс натощак. Сегодня вот у меня приклинило, и я утром на кровати сделала тоже пресс натощак, то есть как только проснулась. И мне это так понравилось, это круто, я вот ей очень благодарна за это. Теперь я понимаю эту чувство, когда люди мне пишут, что Виолетта, я смотрю твои сторисы, мотивируюсь, и начинаю тоже то же самое делать. Вы не знаете, кого вы зажжете. Возможно, ваша миссия это помогать людям и показывать им, что все в жизни реально очень круто. Возможно, нет. Кто знает. Очень обширно раскрыла первую тему, которую хотела. Даже, наверное, сказала больше, чем надо. На этом мои рассуждения не оканчиваются, у вас есть какие-то вопросы еще по поводу инстаграма, то обязательно задавайте их в комментариях и, возможно, на вашу тему я сниму отдельный ролик. Ваши любые предложения Hello, не забывайте подписываться на мой инстаграм. Вконтакте можете добавляться, можете на телеграм-канал подписываться, но самое главное инстаграм. Помните то, что если вы действительно приложите хотя бы чуточку усилий, то результат будет 100%. Спасибо за внимание и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzokio Субтитры сделал DimaTorzok